Стартовала площадка для юных корреспондентов. Но в Чебоксарске подвели итоги конкурса «Школа пресс-2018». Состязание словом в городе химиков уже стало традиционным. Издательский дом «Грани» проводит его в 12-й раз. С каждым годом участников становится все больше. В этом году журналистские работы прислали из 30 регионов России. Перед долгожданным моментом, когда назовут имена победителей, мастер-класс от тех, кто уже стал акулами пера. О тонкостях газетной, телевизионной и интернет-журналистики рассказывают начинающим корреспондентам те, кто каждый день на передовой. Я узнала, что нужно делать информацию интересной всем. И что нужно не врать в газетах и говорить только правду, ведь все равно ложка когда-то раскрывается. И то, что людям интересно давать что-то новое от других. Главный критерий оценки журналистских работ в школе пресса самостоятельность и интересная подача. Иван Таратин из 61-й Чебоксарской школы стал лучшим корреспондентом школьной газеты и получил главный приз – путевку во Всероссийский центр «Орленок». Ребята из его же школы победили в номинации «Лучший дизайн» школьной газеты. Лучшую газету сельской школы выпускают в селе Улета Забайкальского края. А лучшие городские выпускаются в 12-й Нижегородской школе и в 17-й Новочебоксарской. Творческое состязание проходит при поддержке Мининформполитики Чувашии и Лиги юных журналистов России. Та статья, которая появляется на страницах школьной газеты, отдельные статьи, очень сильно привлекает и детей, и учителей. Хотя они, может, не волнуются, но в то же время они читают, анализируют. Это ваша сила. Если вы в будущем сегодня это направление интересует вас, а в будущем вы развиваете, конечно, вы будете хорошим, востребованным, сильным, правильным человеком, журналистом. Специальный приз съемку сюжета от нашей телерадиокомпании получили юные корреспонденты газеты «Пятая четверть» из Дома детского творчества города Канаш. Субтитры создавал DimaTorzok